Здравствуйте, еще раз. Мы начинаем совсем скоро, и я надеюсь, что у всех на данный момент получилось уже подключиться к звуку. Продолжение следует... Меня зовут братой Софьи, я работаю в компании Табло, я консультант продуктов. Я присоединилась к компании Табло уже примерно год назад и помогаю моим коллегам завершить техническую часть продажи и, соответственно, делюсь своим знанием о продукции Табло. Ну и давайте коротко поговорим о том, что мы сегодня рассмотрим. Сегодня мы поговорим с вами о том, откуда берутся некачественные данные и, соответственно, основные проблемы, которые с этим связаны. Также мы затронем различные способы того, как это можно решить. То есть у нас будет такой layout, как проблема и способ решения. Это все примерно займет 20 минут, и после этого мы перейдем к демонстрации нашего нового продукта под названием Табло Преп. Ну и, конечно же, в конце мы поговорим про ваши вопросы, оставим немного времени, где вы сможете задать мне какие-либо вопросы, и я постараюсь развернуто на них ответить. И так, откуда же все-таки берутся у нас некачественные данные? Наши клиенты говорили нам, что в среднем они тратят 80% своего времени на подготовку данных и только 20% на самоанализ того десктоп. Это проблема, с которой сталкивается множество людей каждый день, включая аналитиков, да и даже обычных бизнес-пользователей. Это нас очень расстраивало, и, в принципе, это противоречит философии в нашей компании, потому что мы считаем, что человек все-таки больше времени должен тратить уже на саму визуальную аналитику, на сам анализ того десктоп, а не на вот эту муторную подготовку данных. Вот, и, конечно же, откуда у нас берутся некачественные данные? Ну, естественно, первая причина – это человеческий фактор. Ошибки при вводе данных – это самая распространенная проблема некачественных данных. Исследования от компании Experian показывают, что даже одна маленькая ошибка в написании данных может повлечь за собой нарушение всего последующего процесса работы, делая ваш анализ неточным и, опять же, нарушая целостность данных. Например, часто бывает такое, что в разных странах имеются различные меры измерения, например, Америка или Великобритания, или Великобритания, Россия. И, опять же, если это не учесть, это не только скажется на качестве анализа, но и впоследствии может принести финансовые убытки вашей компании. Различные системы, внедренные внутри компании – это еще один яркий пример. Компании хранят свои данные в различных базах данных, и каждые источники имеют различную структуру, требования, и зачастую они также имеют различную степень агрегации данных. И когда мы пытаемся объединить подобные источники, мы часто сталкиваемся с проблемой того, что наши данные могут дублироваться, какие-то значения могут пропускаться, и также могут прийти неправильные наименования. И финальная причина – это, конечно же, постоянно меняющиеся требования внутри вашей компании. Если ваша компания развивается достаточно стремительно, ваши администраторы данных и инженеры все-таки пытаются угнаться за этими изменениями, и, соответственно, природа данных тоже меняется. Например, ваша компания растет, у вас добавляются новые системы внутри компании, новые департаменты и так далее и тому подобное. Иногда даже увеличивается детализация данных, меняется, опять же, степень агрегации. И также в компании с налаженной системой внутренней коммуникации также могут возникнуть такие проблемы, потому что становится все сложнее и сложнее отслеживать изменения в требованиях, а также и в самих данных. Например, если данные приходят в то время, когда их анализ не требуется, вполне возможно такая ситуация, что эти данные могут быть утеряны в конечном итоге, и тогда, когда они уже кому-то понадобятся, вот человек просто их уже не сможет достать. Давайте сейчас перейдем к следующей части и поговорим с вами про самые распространенные проблемы при подготовке данных и также четыре способа того, как их можно решить. Все мы знаем, что подготовка данных – это не всегда простое и быстрое занятие. Но, опять же, если бы это было так, мы бы точно не устраивали сегодняшний вебинар и не выпускали различные продукты и системы для обработки данных. Подготовка данных всегда считалась занятием IT-департамента, и обработка каждых запросов занимает достаточно много времени. Получается, когда бизнес получает данные по своему запросу, обычно эти данные уже становятся устаревшими, и аналитики снова вынуждены отправлять запрос в IT, ну и, как всегда, ждать. А что, если у бизнес-пользователя возникают дополнительные запросы к данным? Можно протестировать это? Вне мои коллеги только что сказали, что меня не очень хорошо слышно. Можете, пожалуйста, подтвердить, или есть какие-то участники, которые меня слышат? Не получилось подключиться к звуку? Я напоминаю, что вы это можете сделать либо на стартовой панели вебокса, там внизу будут различные иконки, включая такая иконка в виде телефона, на которой вы можете нажать и подключиться к звуку, или, соответственно, будет панель аудио, где вы также можете сделать настройки своего звука. Давайте вернемся к тому, что я говорила. Я пыталась акцентировать внимание на том, что обычно существует вот этот пропуск между IT-департаментом и бизнесом. То есть IT работает как так называемая фабрика, постоянно выполняет запросы и просто не справляется с нагрузкой. И что происходит в конечном итоге? Происходит то, что у бизнес-пользователей получается все больше и больше запросов, и IT вынуждена постоянно им отправлять различные версии одного и того же источника. И в итоге это приводит к нарушению целостности и влечет к неточностям при анализе, а также в хранении данных. Вот опять же происходит так называемый замкнутый круг. То есть представьте, IT загружены бесконечными запросами, которые они не успевают выполнить, а бизнес-пользователь недоволен, так как он просто не может получить информацию вовремя. Это также может привести к дополнительным расходам на хранение данных, из-за того, что бизнес-пользователь просто будет иметь много версий одного и того же файла, из-за того, что он постоянно отправляет различные подзапросы в этот самый IT-департамент. И как же нам это решить? И первый шаг – это внедрение гибких процессов с использованием подходящих вспомогательных решений, которые будут упрощать этот рабочий процесс для конечных пользователей. Другими словами, нужно обеспечить self-service при подготовке данных, чтобы бизнес-пользователь смог получить доступ к нужным данным с минимальной интервенцией IT-департамента. То есть сама концепция self-service – это то, что мы пытаемся развить в самой компании Tableau Software. То есть мы считаем, что очень важно дать бизнес-пользователю именно возможность получить доступ к тем данным, которые ему нужны на данный момент. То есть мы считаем, для того, чтобы действительно компания работала слаженно, получала какие-то финансовые бенефиты и, скажем, процветала, мы стараемся все-таки объяснить нашим клиентам и потенциальным клиентам все-таки важность этого элемента self-service. На слайде представлена цитата одного из наших разработчиков, и я бы хотела сакцентировать на ней внимание. «Основное преимущество self-service – инструмента для подготовки данных – это возможность стать руководителем своих данных. При таком подходе аналитики смогут подготавливать данные на лету, вместо того, чтобы ждать выполнения их запроса IT-департаментом». Основываясь на своем опыте и опыте моих клиентов, я действительно знаю, как долго IT-департамент все-таки может обрабатывать запросы, и поэтому элемент self-service чрезвычайно важен для улучшения производительности. Многие люди обсуждают демократизацию данных, но нам нужно взглянуть на этот вопрос с холистической точки зрения. Мы не можем каждому человеку в компании просто рассылать данные, которые он попросил. Нам также нужно усчитывать каждый шаг в общем процессе. Каждая компания имеет особенные внутренние требования и распорядки. Невозможно подобрать одно решение, чтобы оно удовлетворило потребности людей в этой компании, потребности каждого человека в этой компании. Но при выборе self-service инструмента для подготовки данных бизнес должен учитывать такие факторы, как новый инструмент повлияет на рабочие процессы. Например, сделает ли он их более интуитивными, гибкими, или опять же добавит сложность при внедрении и сопротивлении от работников этой компании. Пользователи проявляют больше интерес к подготовке данных и глубокому анализу, тогда, когда они видят результат на каждом этапе своей работы. Таким образом, бизнес-пользователь будет иметь доступ к нужным данным, что в свою очередь, опять же, снизит нагрузку на IT-департаменты, даже может помочь увеличить точность конечного результата анализа, потому что каждый человек внутри вашей компании будет заведовать определенной частью данных и точно понимать свои требования, то есть что он хочет получить и что он хочет из этих данных вынести. Но опять же, перед анализом данных мы также сталкиваемся с другой проблемой. Это заключается в том, что подготовка данных требует глубокого понимания структуры этих данных и, соответственно, содержания. Понимание метаданных – это один из самых важных элементов процесса обработки данных. Какие данные существуют, где они находятся и какое у них определение? Это наиболее частые задаваемые вопросы бизнес-пользователям. Очень важно понимать, что это за данные и что они из себя представляют. И появление индустрии BI, элементов self-service и более понятного пользовательского интерфейса сделало процесс анализа данных более простым для бизнес-пользователей. Но из-за большого количества поступающей информации и ее непосредовательности становится все сложнее и сложнее добраться до этой сути. Также присутствует беспорядок вокруг определения источника данных, что влияет на качество конечного результата анализа. Например, если финансовый департамент хочет проанализировать данные демографики потребителей, их подход к анализу будет в корне отличаться от того, если бы, например, маркетинговый департамент хотел бы проанализировать те же самые данные. Наше решение – это создание внутренних стандартов для определения данных. Визуальные self-service решения для подготовки данных помогут аналитикам копнуть глубже в данные их структуру, а также оценить взаимоотношения между таблицами. Возможность понимания профайла данных поможет легче заметить какие-либо неожиданные значения, например, которые требуют готовки. Хотя такие технологии вносят ясность в подготовку данных, бизнес-пользователям все же нужно более обширное понимание того, как определяются различные данные внутри их компании. И опять же, нужно понимать, что они обозначают. Один из способов, который поможет стандартизировать значение данных – это создание внутреннего словаря от данных. Так называемый словарь данных поможет аналитикам понять, что обозначает различные термины, названия строк, а также как правильно их использовать при анализе. Брайан Дэвис, один из наших клиентов, говорит, что определение исходных данных, а также вычислительных полей влечет за собой более точный анализ, так как снижает время, затраченное на обдумывание, какие таблицы и поля использовать. Однако создание единого словаря данных – это тоже непростая задача. Кураторы данных и эксперты должны согласиться на постоянное взаимодействие для того, чтобы поддерживать свежесть этой информации и вносить изменения. Третья проблема заключается в том, что степень подготовки данных зачастую зависит от восприятия различных людей. Разные компании имеют различные требования и предпочтения к данным. Например, администратор базы данных и архитектор данных имеют в приоритете совсем различные вещи, например, такие как уровень доступа или то, как эти данные должны храниться. Но когда инженер будет строить хранилище данных специально для бизнес-пользователей, они также должны ставить приоритет то, что важно для этих бизнес-пользователей, такие как бизнес-метрики. И опять же, они должны брать во внимание удобство аналитиков. Соответственно, если инженер не понимает, какие существуют ключевые задачи бизнеса, возможно, в данных не будет нужных измерений, вычислений и прочего. И, соответственно, им нужно будет впоследствии досылать недостающие данные, что в любом случае, конечно же, приведет к погрешностям. Я вынесла на этот слайд картинку, которую, я считаю, хорошо иллюстрирует нашу точку зрения. В данном случае непонятно, кто прав, а кто нет. То есть получается, один человек видит цифру 9, а другой человек видит цифру 6. Однако такая ситуация в реальной жизни может повлечь за собой проблемы и неправильные бизнес-решения. В этом вопросе, опять же, могут помочь self-service решения, так как это дает возможность аналитикам подготовить данные именно так, как они считают, будет лучше для их анализа. И, соответственно, это ускорит процесс принятия решений. И AdHoc элемент позволит пользователям получить ответ на их вопрос по мере поступления. Ну и опять же, это снизит нагрузку на IT-департамент. Четвертая проблема заключается в скрытой реальности подготовки данных. Даже люди, которые, может быть, никогда не сталкивались с термином подготовка данных, они все равно занимаются какой-либо подготовкой данных самостоятельно в Excel. И все мы знаем, что Excel не славится ни визуальностью, ни интерактивностью, ни каким-либо утонченным пользовательским интерфейсом, а когда еще и большое количество людей использует этот инструмент для подготовки данных, неточность значительно возрастает. Опять же, многочисленные копии одного и того же источника данных, подогнанные под индивидуальные требования, значительно снижают эффективность и производительность, так как, по сути, несколько людей выполняют одну и ту же работу по нескольку раз. Одно из решений этой проблемы является создание последовательного процесса подготовки данных, основанного на коллаборации и сотрудничестве внутри вашей компании. Это также подкреплено исследованием компании Business Application Research, что показало, что компании, в которых подготовка данных выполнена в сотрудничестве между IT-департаментом и конечными бизнес-пользователями, считается наиболее успешной, и работники в этой компании получают большее удовлетворение от анализа собственных данных. Внедрение Self-Service решений для подготовки данных внутри компании, опять же, требует полное вовлечение бизнес-юзеров. Очень важно, чтобы аналитики имели возможность оценить результат подготовки данных, а также учесть все нюансы, включая уровень детализации и любые преобразования конечного источника данных. Также будет полезно определить стандарты рабочего процесса, чтобы IT выгружала только нужные и свежие данные. Итак, что же дальше? На самом деле очень просто оценить результат плохой подготовки данных на финансовое благосостояние компании. Например, Гартнер измерил средний убыток примерно в 9 миллионов, как результат неточного анализа и беспорядочных данных. Вот опять же, это относится к иностранным компаниям, но я надеюсь, что вы можете как-то представить примерно, какая цифра это может представлять для вашей компании. Однако это может также повлечь репутационные проблемы и сложности в принятии бизнес-решений из-за неуверенности в правильности данных. У нас есть слайд, который хорошо объясняет затраты, исходящие от неподготовленных данных. Если вы сталкиваетесь с проблемой подготовки данных достаточно часто, я бы вам советовала просто взять и посчитать примерно, сколько это стоит в вашей компании. В данном примере у нас есть 500 значений, и нам средним требуется примерно 5 минут на их обработку. Если взять во внимание продолжительность стандартного рабочего дня и почасовую зарплату, обработка примерно такого количества данных будет стоить около 100 000 долларов. В этом примере только 5% клиентских заказов имело низкое качество данных, но в результате это создало больше, чем 33% от общих затрат. Я надеюсь, что уже многие знают про наш новый продукт под названием Tableau Prep. Мы выпустили Tableau Prep в апреле 2018 года именно с целью для того, чтобы сделать процесс подготовки данных более интуитивным и, опять же, затронуть вот этот элемент self-service. То есть основная цель выпуска Tableau Prep была основана на том, что мы хотели, чтобы бизнес-пользователь мог самостоятельно брать и обрабатывать какие-либо данные без участия IT-департамента. Соответственно, первое, Tableau Prep дает более глубокое понимание ваших данных. Опять же, как все продукты компании Tableau Software, Tableau Prep основаны на очень приятном визуальном интерфейсе и помогают вам понять полную картину ваших данных. То есть вы можете одновременно видеть ваши метаданные, вы можете видеть, что происходит при каждом этапе обработки ваших данных, но опять же вы видите мгновенный результат вашей работы. Существует различный набор функций, такие как создание джойнов, например, создание юнионов, какая-либо очистка данных, выполнение вычислений и так далее и тому подобное, которые встроены в Tableau Prep, но также я сегодня вам покажу более обширные функции. Ну и, конечно же, Tableau Prep глубоко интегрированы во все остальные продукты компании Tableau Software, и вы можете легко опубликовать источник данных, которые вы уже подготовили на Tableau Server, или уже начать сразу же работу в Tableau Desktop. Сейчас мы перейдем к демонстрации, основанных на данных, взятых с Евровидения 2018. Эта демонстрация была представлена одним из наших разработчиков на последней Tableau Конференции. Ну и для тех, кто не следит за подобными событиями, Евровидение — это ежегодное соревнование между различными певцами из Европы, где страна выдвигает своего кандидата, и на протяжении трех дней с помощью зрительского голосования, соответственно, люди выбирают победителя. Интересно, что это, опять же, не только феномен поп-культуры, но и также обширный источник данных, который собирался на протяжении 50 лет. И, например, никто не ожидал, что Австралия начнет все-таки принимать участие в Евровидении. Также, когда вы анализируете эти данные, легко заметить интересные тренды. Например, что соседние страны чаще всего голосуют за друг друга, или, например, страны, которые находятся в каких-либо политических конфликтах, они не голосуют за страны, с которыми они конфликтуют на данный момент. Но, опять же, что еще было интересно заметить, страны, которые хотят покинуть Евросоюз, не получают достаточное количество голосов в стране Еврозоне. И это то, что случилось с Великобританией в этом году. Ну и давайте перейдем к демонстрации. Я сейчас перешла на стартовую страницу Tableau Prep. И, как вы видите, в принципе, весь интерфейс выглядит достаточно похоже, как мы его привыкли видеть с вами на Tableau Desktop. То есть существует у нас панель подключения к данным, и уже у нас добавилось достаточно большое количество различных источников данных. Но что еще хочу сразу отметить, это то, что с каждой новой версией мы добавляем все больше и больше серверов, баз данных, и впоследствии мы хотим сделать список подключений таким же, какой у нас есть в Tableau Desktop. Но опять же, чтобы подключиться к данным, я должна нажать на тип файла, который мне интересен. То есть в данном случае это будет текстовый файл. И у меня есть два файла. Я просто еще раз добавлю тип подключения и выберу второй файл с местоположением. Также я еще знаю, что у меня есть файл в Microsoft Excel. Ну и давайте сразу подключимся ко всем нашим источникам данных. Опять же, принцип подключения к нашим файлам, он абсолютно такой же, как в Tableau Desktop. То есть вы видите, что все происходит достаточно быстро с помощью просто одного клика. Что хочу сразу отметить, это то, что у меня в результатах Евровидения за 2010-2017 год существует Excel-документ, в котором присутствуют различные таблицы. Для того, чтобы мне начать работу, мне просто нужно взять и вытащить одну таблицу. Но опять же, у меня присутствует не только 2010 год, но и также все года до 2017 года. И я могу легко добавить это в свой файл, используя опцию Wildcard Union. И как вы видите, Tableau Prep автоматически нашел все файлы таким написанием и просто дает мне возможность нажать на кнопку Apply, и все файлы, они будут добавлены. Давайте немножечко расширим панель. Ну и, соответственно, для того, чтобы мне начать работу уже с Tableau Prep, мне нужно создать шаг. То есть мы нажимаем с вами на кнопку Add Step. И Tableau Prep подгружает так называемый превью ваших данных. Мы можем с вами видеть, какие поля у нас присутствуют, и сразу заметить какие-либо погрешности в наших данных. Например, я вижу, что в поле Страна у меня кто-то неправильно написал название стран Азербайджан. Я могу это легко исправить, просто выбрав больше опций. И здесь будет функция Group and Replace. То есть сгруппировать и заменить. И в данном случае я сгруппирую по общим значениям. То есть, как вы видите, Tableau Prep автоматически формирует иерархию. Я вижу, что он нашел все неправильные Азербайджаны и сгруппировал их в одну группу. Ну и я могу нажать на кнопку Done и перейти к другому этапу твоего анализа. И если вы помните, у меня мои таблицы назывались по годам. У меня пришло значение Table Nails. И что я хочу сейчас сделать? Я хочу разделить эту колонку и создать год просто из этой таблицы. И в Tableau Prep это сделать достаточно легко. У меня есть опция Speed Value. И я могу сделать автоматический сплит. И как вы видите, у меня появилось новое значение с моими годами прямо здесь. Я могу взять, поменять тип данных и сделать это как целое число. Ну и давайте с вами сразу уберем ту колонку, которая нам уже не нужна. Вот, например, мне не нужно Table Names, мне не нужно File Path. Я просто нажимаю на эту галочку и убираю эти поля. То есть, как вы видите, весь процесс работы происходит достаточно быстро и вполне себе интуитивно. Опять же, если я хочу взять и добавить файл моего 2018 года к файлу за 2010 год, все, что мне нужно сделать, это просто взять и перетащить. Это на значок с плюсом. У меня появится опция либо добавить Join, либо добавить Union. В данном случае я выберу Union. И давайте сразу с вами уберем вот эти Table Names. Посмотрим, или у нас все в порядке. Давайте посмотрим на Mistmatched Fields. Вот, мы с вами не переименовали название годов, и давайте переименуем это как год. Вот, опять же, что интересно, что весь процесс трансформации данных, он интуитивный и понятный в Tableau проект. То есть, я только что нажала на Show on a Mistmatched Fields, и я посмотрела на все поля, которые были исключены из моего Union. Вот, ну и давайте с вами уберем название таблицы. Для того, чтобы сделать какие-либо элементы очистки данных, нам нужно добавить еще один Clean Step. И я могу просто взять и убрать это поле. Что я сразу могу видеть, это то, что какие-то значения в моих данных мне нужно перевернуть. У меня есть данные о моих позициях и также о количестве баллов, которые были получены какой-либо страной. Но если уже многие работали в Tableau Desktop, то мы понимаем, что нам нужно сделать пивот этих данных, и в Tableau Prep это сделать достаточно легко. Мы просто можем взять и добавить шаг пивот. Соответственно, слева у нас появляются поля, которые мы можем перевернуть, так называемо. И все, что нам нужно сделать, это просто выбрать интересующее значение. Вот я сейчас буду переворачивать мои баллы. И я добавлю на эту иконку плюса, чтобы перевернуть, соответственно, позицию. И я могу сразу переименовать свои значения и назвать это Round. И, соответственно, здесь у меня будут мои очки, то есть Points. И последнее – это наши позиции. Мы закончили обрабатывать этот в ссылочках данных, но у меня также есть файл, который мне говорит о моем местоположении. Если я на него нажму, что интересно, это я сразу могу видеть свои метаданные. И, опять же, я могу какие-то поля включать или выключать, просто нажимая на вот эти галочки. Вот я хочу переименовать значение одного поля, и, опять же, я добавляю еще один шаг. И я знаю, что здесь значение страны, оно представлено не в том значении, что страна – это участвовало в Евровидении, а в том значении, что эта страна была принимающей страной, то есть страна, в которой происходило само Евровидение. И я переименую эту колонку как Host Country. И если я хочу объединить этот источник данных с другим источником данных, которые мы только что с вами обработали, я просто беру, перетаскиваю и делаю Join. Как вы видите, Tableau Prep автоматически определил общее значение, то есть мы с вами объединяем эти данные по общему полю год. Но что интересно еще о функции создания Join в Tableau Prep, это, опять же, возможность сразу видеть результат вашей работы. То есть мы можем посмотреть, сколько значений было включено, например, сколько значений было исключено. То есть из источника данных о моем местоположении какие-то значения были исключены. Это, в принципе, логично, потому что у меня просто нет данных о этих странах, например, о том, как они выступили на Евровидении. То есть это вполне нормально. Если бы, например, у меня из моего первоначального источника данных были исключены какие-то значения, я бы сразу понимала, что что-то идет не так. Я бы могла это легко исправить. Вот, и опять же, мы закончили с вами обрабатывать эти источники данных, и у нас получился так называемый Flow, то есть рабочий процесс. И мы можем с вами взять и добавить Output. То есть Output – это финальный шаг. Завершающий процесс нашей работы, где мы можем сохранить наш источник данных, либо как файл, например, локально на своем компьютере, или уже опубликовать как источник данных на сервер. Вот опять же, можно выбрать различный тип расширения вашего файла. То есть можно это сохранить как Hyper, можно сохранить это как Tableau Data Extract. Это то, что было у нас до того, как мы представили Hyper в предыдущих версиях Tableau. Но опять же, можно экспортировать этот источник данных как CSV. Вот, и я выбрала расширение, куда я хочу сохранить свой файл. Все, что мне нужно сделать, это нажать на кнопку Run the Flow, то есть запустить рабочий процесс. Вот я нажму Replace. Вот, и как вы видите, Tableau Prep моментально опубликовала мой источник данных в ту директорию, которую я здесь указала. Вот, и опять же, что еще интересно, это возможность того, что мы с вами можем посмотреть результат нашей работы сразу в Tableau Desktop. То есть здесь есть опция Preview in Tableau Desktop. Вот, и я могу просто взять и нажать. И опять же, Tableau Prep автоматически запускает этот рабочий процесс. И у меня сейчас на другом моем экране открылся Tableau Desktop. Сейчас я его перетащу. Вот, и как вы видите, у нас пришли все наши данные, которые мы с вами только что обрабатывали. Вот, ну и давайте посмотрим на результат нашей работы. Вот, и скажем, я хочу посмотреть на результаты по стране. Вот, то есть у меня есть сумма моих Points, то есть мои баллы. Я могу взять и разбить это по различным странам. Вот, и давайте с вами отсортируем сразу, чтобы посмотреть, какая страна лучше всего перформит на Евровидении, если так можно сказать. Вот, ну и как вы видите, что Швеция на первом месте, но на втором месте у нас есть Россия. Вот, ну и третье место у нас Украина. Давайте рассмотрим вот эти три страны. Я возьму, выделю Швецию, Россию, Украину. Это, так скажем, наши прямые конкуренты на Евровидении, скажем так. Так, и давайте с вами добавим еще год и посмотрим, как этот тренд менялся в зависимости от года проведения Евровидения. Вот, я могу просто взять, вытащить дату. Вот, ну и, соответственно, я отсортирую. Давайте поставим год после страны, чтобы было удобнее. Давайте поменяем на парчарт. Я отсортирую, чтобы посмотреть, в каком году, например, Россия получила большее количество очков. Вот это был 2016 год. Вот, давайте с вами сразу поставим страну на цвет, чтобы было более удобно нам визуально различать какие-либо различия. Вот, ну и давайте с вами посмотрим все-таки, кто выступал, с какой песней в 2016 году, тогда, когда Россия набрала наибольшее количество очков. Вот, мы с вами можем взять, добавить песню на tooltip и можем добавить исполнителя дальше на tooltip. Вот, и давайте посмотрим. В 2016 году у нас, оказывается, выступал Сергей Лазарев с песней «You're the only one». Вот, я вчера посмотрела на ютубе эту песню, но мне не очень понравилось, потому что я не могу сказать, что я большой фанат Сергея Лазарева, но все равно это принесло нашей стране победу. Вот, так что, Сережа, молодец. Вот, ну и опять же, что еще я бы хотела заметить, это то, что Россия не выступала в 2017 году, и я думаю, что все мы помним, что Россия отказалась участвовать в полуфинале в 2017 году. Вот, давайте посмотрим, где же все-таки проходило наше Евровидение, и создадим еще одну визуализацию под названием «Host Country». Вот, я хочу посмотреть, какие страны у нас участвовали именно в самом Евровидении, как принимающие страны. Вот, давайте добавим страну на цвет. Вот, и как вы видите, у нас с правой стороны представлены различные страны, в которых когда-либо проводилось Евровидение. Вот, и давайте с вами создадим маленький дэшборд и посмотрим, в какой стране у нас победил Сергей Лазарев. Вот, вот, мы с вами сделаем дэшборд чуть-чуть побольше, ну и выдвинем все наши визуализации, которые мы только что сделали. Вот, ну и давайте сделаем наш барчарт как фильтр для карты и наоборот. Вот, и давайте посмотрим, например, в какой стране проявилось Евровидение в 2016 году. Вот, Евровидение проходило в Швеции, вот, но опять же, где проходило Евровидение в 2017 году, где Россия не участвовала? Вот, ну, чтобы все мы поняли. Вот, это был финал нашей демонстрации. Как вы видите, Россия достаточно неплохо представила себя в Евровидении. Я надеюсь, что вам понравился именно процесс работы в Tableau Prep. И опять же, наш с вами короткий анализ в Tableau Desktop. И я сейчас выключу свой микрофон и посоветую своими коллегами. Они мне скажут, какие были самые распространенные вопросы, чтобы я могу... Здравствуйте, еще раз, извините за короткую паузу. Многие участники спрашивали, будет ли записываться этот вебинар. Да, этот вебинар записывается, и, соответственно, запись этого вебинара, она придет всем участникам по окончании. Вот, и опять же, я могу отправить свою презентацию и данные, которые я использовала в том же самом e-mail, если кому-то интересно взять, попробовать повторить тот же самый рабочий процесс. То есть это вполне возможно сделать. Потом еще пришел вопрос о том, как будет все-таки выглядеть подготовка реальных данных в Tableau Prep, например, данные вашей компании. На самом деле, данные, которые мы сейчас использовали, они не подготовлены. То есть мы их просто нашли в открытом доступе в интернете и обработали в Tableau Prep. Но, опять же, я вас прекрасно понимаю, что в реальной жизни может быть достаточно сложно выполнять какие-либо шаги по очистке данных. Но я скажу, что я в ходе своей работы, работаю с Tableau Prep постоянно. То есть я обрабатываю данные своих клиентов, например, свои данные, которые я хочу обработать. И используя Tableau Prep, это можно сделать намного более удобнее. И действительно, этот визуальный интерфейс мне помогает понять уже результат моей работы. Еще кому-то было интересно, есть ли возможность использовать скрипты при работе с Tableau Prep. Нет такой возможности. Нет. То есть можно использовать весь тот стандартный функционал, который уже присутствует в инструменте, но также можно использовать какие-либо вычислительные поля, расширять ваши метаданные. Еще мне коллеги сказали, что было интересно узнать, можно ли автоматизировать вот эти процессы, которые мы запускаем через Tableau Prep. В последней версии Tableau Prep мы добавили такую функцию. То есть вы можете автоматически запускать этот рабочий процесс. В терминологии Tableau Prep, что называется Run the Flow, вы можете использовать Command Line утилиту и написать короткую линию скрипта, чтобы автоматически раз в какое-то время прогонять этот рабочий процесс и, соответственно, обновлять ваш источник данных. У нас осталось с вами еще немного времени. Если у кого-то есть еще какие-либо вопросы, я останусь здесь за пять минут, чтобы на них ответить. Но для тех, у кого нет никаких вопросов, спасибо большое, что присоединились сегодня к вебинару. Мы обязательно вам пришлем запись и сопутствующие материалы. Я надеюсь, что вы попробуете поработать Tableau Prep уже на своими данных. Коллеги, многих интересует, какое максимальное количество строк может обработать Tableau Prep. Я хочу сказать сразу, что такого понятия, как какие-либо ограничения, у нас не существует, это когда мы говорим про продукцию компании Tableau. То есть все нужно пробовать и все нужно тестировать. Я, конечно, если говорить реалистично, конечно, я не думаю, что Tableau Prep все-таки потянет какие-то прямо вот Big Data, не знаю, какой-нибудь там из Hadoop или, не знаю, Impala, еще чего-то. Но я думаю, что с стандартными базами данных вполне себе справиться. Но я опять же все-таки хочу вам сказать, что очень важно именно пробовать тестировать продукты на своих данных и смотреть, как это будет работать для вашего кейса. Я сейчас вынесу на экран нашу ссылку, где вы можете скачать Tableau Prep. Вот, если присутствует та же самая реальная версия, вы можете попробовать Tableau Prep на 14 дней. Вот, и что еще стоит сразу отметить, Tableau Prep входит в лицензию Creator, поэтому, если в компании у вас уже имеется лицензия Creator, то этот человек имеет доступ ко всем нашим продуктам – Tableau Prep, Tableau Desktop и Tableau Server, в то время как другие лицензии, они уже не будут иметь доступ к Tableau Prep. Спасибо большое еще раз всем за внимание. Мы получили достаточно много вопросов, и, к сожалению, сейчас не успеваем на все их ответить, но мы обязательно вам отправим e-mail, у нас есть ваши контактные детали, поэтому каждый вопрос будет отвечен. Вот, опять же, ближайших вебинаров на русском языке по Tableau Prep пока не планируется, но у нас периодически проходят вебинары различные на английском языке, поэтому, если вам это интересно, вы можете всегда посмотреть на нашем сайте в разделе Life Training. Вот, так что всем спасибо.